Мы сегодня с вами заканчиваем наше изучение послания к филиппийцам. Сегодня особое собрание, потому что сегодня будет последняя проповедь на это послание. Я верю, что Господь очень многому нас уже научил, и наши взгляды меняются, наше отношение к жизни меняется, наше отношение к церкви, к христианству меняется, отношение друг к другу. Поэтому последние стихи послания, любого послания, это обычно самые пренебрегаемые стихи Библии. Ну, в основном, когда мы читаем особенно послания апостола Павла, они переполнены разными приветствиями, и очень часто люди просто очень быстро перепрыгивают эти тексты, потому что они не знают, кто такой Климент, кто такой Трофим, кто такой еще какой-то человек, который был в первом веке, и они не видят никакой связи между тем, что он им что-то передает, какие-то приветы, потому что он уже мертвый. Ну, или когда апостол Павел заканчивает свое послание благодатственной молитвой, как мы ее называем, благодать Господа нашего, Иисуса Христа, со всеми вами. Мы очень часто заканчиваем наше собрание этой молитвой. И подобные тексты очень часто мы перепрыгиваем, слишком быстро перепрыгиваем, потому что они очень сильно нам уже знакомы. Но я хочу сказать, что подобные тексты имеют очень большой смысл, очень большой и глубокий смысл. И я хотел бы предложить сегодня вам для того, чтобы взглянуть на эти тексты свежим взглядом и не перепрыгнуть его слишком быстро. Давайте с вами прочитаем последние стихи 4 главы послания к филиппийцам. Послание к филиппийцам, 4 глава, с 20 по 23 стих. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. В прошлом моей проповеди я подчеркивал уже о том, что когда мы читаем внимательно новозаветнее послание, когда мы видим то, как апостолы представляют церковь, мы видим то, что для них церковь это было всегда не просто место, куда люди приходили послушать проповедь. Это было не просто место, где люди собирались для того, чтобы подискусировать на всякие разные духовные темы, возможно поговорить о проповеди. Я знаю, что у нас есть малые группы, и скорее всего очень часто люди видят вот в этом единственную цель церкви, что мне нужно, братья и сестры, для того, чтобы просто было прийти и с кем поговорить о Боге, о Христе, на богословские темы какие-то. Друзья, в прошлый раз я уже подчеркивал то, что церковь это намного больше. Церковь это сообщество людей, которые вместе разделяют друг с другом жизнь на этой земле. Как и физическую жизнь, так и материальную жизнь, так и эмоциональную жизнь, но более всего именно духовную жизнь. Вообще наличие посланий в Библии это очень удивительное явление. То, что вообще послание есть в Библии, это показывает то, насколько ранее церковь, она была соединена в любви. Очень интересно, что апостолы, когда они писали эти послания, они не писали их просто как какие-то богословские весточки. Они не писали их с целью просто для того, чтобы научить людей каким-то доктринам, какому-то учению, надавить вот с позиции апостола или с позиции пастора. Абсолютно нет, друзья. Апостолы пишут эти послания движимы искренней заботой о людях, искренней любовью, желанием помочь и исправить их там, где они ошибаются, там, где их нужно еще немножко подкорректировать. Где-то они пишут просто для того, чтобы ободрить церковь, которая страдает, которая находится в страданиях, и еще раз напомнить им истину о всемогущем верном Господе, который проведет их до конца, который будет с ними. Богодохновенность в Писании – это очень интересное явление. Порой люди думают, что богодохновенность означает, что апостолы просто писали под диктовку Святого Духа. Но это не то, что мы видим в Писании. Дух Святой движил апостолами в такой степени, что они сохраняли свою личность в этих посланиях, и они писали это от сердца. Апостол Павел говорит, я писал это со всеми слезами. Это вообще показывает атмосферу любви в ранней церкви, которая обитала там. И вступление, и заключение любого послания очень хорошо это нам показывает. Моя проповедь, как вы видите, сегодня называется «Сообщество святых». Сообщество святых я именно так ее назвал, потому что я хочу, чтобы мы все сегодня увидели вот в этом заключении этого послания то вообще, как церковь функционировала в I веке, какое отношение апостола Павла было к этой церкви, и какое отношение было у верующих вообще друг с другом. Мы с вами увидим сегодня три характеристики вот этого «Сообщество святых». Если бы это была больше богословская или тематическая проповедь, этих характеристик намного больше. Но мы сегодня с вами увидим только три, которые мы находим вот в этих стихах с 20 по 23 стих. Итак, самое первое, на что я хочу с вами посмотреть, это на идею приветствия святых. Именно этой теме мы посвятим сегодня с вами большинство нашего времени. Я посчитал, это очень хорошая для нас возможность. Я всегда об этом говорю, что я очень люблю проповедовать Библию стих за стихом, потому что Господь поместил так много истины в Писании, и есть темы, которые, возможно, мы бы даже с вами никогда не затронули, если бы мы вот просто по порядку не проповедовали. И вот эти последние стихи дают нам возможность сегодня посмотреть на очень, один из самых важных аспектов христианства и проявлений христианской жизни, и это называется идея приветствия, приветствия святых. Давайте еще раз прочитаем 20 или 21-22 стих, посмотрите. Апостол Павел говорит, «Приветствуйте всякого святого в Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые Анаипачи из Кесарева дома». Когда мы с вами слышим слово «приветствую», очень часто это имеет такой не совсем глубокий смысл, потому что в нашей культуре, в нашем обществе очень часто это просто слово, которое мы используем тогда, когда мы хотим поздороваться с кем-то. В Америке здесь говорят «хай», «хеллоу», в России говорят «здравствуйте» или «привет», а вот в славянско-церковной культуре говорят «приветствую». И даже есть люди, которые, если ты им не скажешь «приветствую», они сделают вам замечание за это, чтобы если вы скажете им «добрый день» или «привет», потому что «приветствую» — это очень важное слово в славянско-церковной культуре. Но для многих, друзья, это просто борьба за традиционные слова. И не каждый знает, что же означает слово «приветствую» в библейской терминологии. Я считаю, что это очень хороший термин, его нужно использовать, но очень хорошо, когда мы глубоко понимаем смысл и что мы передаем вместе вот с таким приветствием. Греческое слово, которое переводится у нас как «приветствую», это греческое слово «оспадзумай». И посмотрите, что оно означает. Это заниматься гостеприимным признанием другого человека, проявлять радостную реакцию на прибытие другого человека, принимать, проявлять уважение и расположенность. По-английски здесь также есть перевод, если кто-то не понимает. Сказать «приветствую» или по-настоящему «поприветствую» другого человека — это намного глубже, намного больше, чем просто сказать ему доброе слово. Посмотрите, в Матфея, в пятой главе, 47 стих, как написано. «Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники?» Здесь речь идет не просто о том, что он говорит, если вы здороваетесь только с вашими братьями, речь идет о чем-то намного-намного глубже. Луки, 10 глава, 4 стих, когда Иисус Христос посылает своих учеников на служение, Он говорит им, «Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». Я не думаю, что Иисус говорит «ни с кем не здоровайтесь». То есть вполне это нормально было. Вот идешь по дороге, и кто-то тебе навстречу идет, и ты ему помахал рукой. То есть не об этом Христос говорит. Не машите никому рукой, никого не приветствуйте. Речь идет о чем-то намного глубже, потому что приветствовать в то время означало оказать особое внимание. Это был целый процесс. Тогда, когда человек показывает принятие другого человека, это обычно занимало время. Он говорит, на дороге не приветствуйте, потому что вам нельзя на это отвлекаться. У вас есть миссия, и вам нужно быть занятым главной вашей целью. Посмотрите, Деяние, 21 глава, 7 стих. «Мы же, совершив плавание, прибыли из тиров в Толе-Маиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день». Явно, что речь идет не просто, что мы с ними поздоровались. Это было целое событие. Деяние, 21-19. «Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Подумайте, друзья, зачем Луке постоянно подчеркивать, что Павел пошел, там поприветствовал людей, это целое событие, там поприветствовал братьев, там братья его поприветствовали. Кстати, очень интересно, что это слово переводится в русском языке не только как «приветствую», но и как «попрощаться». «Аспадзумай», то же самое слово, имеет настолько глубокий смысл оказать другому человеку внимание, принятие, что его даже перевели в другом контексте, как «простившись». Посмотрите, Деяние, 20-я глава, 1-й стих. «По прекращение мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию». Вот здесь можно было так же самое перевести «и поприветствовав их, вышел из Македонии». Но понятно, что здесь в контексте слова используется «до побачения», или это уже на последнее, это не для первой встречи, а для последней встречи. И поэтому его перевели как «простившись». Друзья, это целое событие, приветствовать тогда, когда человек показывает особое внимание и принятие другому человеку, показывает то, насколько он ему дорог, насколько он принимает его, насколько он соединен с его сердцем, насколько он любит его. И это человек делает всякими разными методами. Если вы подумаете, то каждый из вас, я уверен, он очень любит иметь дело с людьми воспитанными. Правильно? Как родители мы учим наших детей и говорим так, тебе нужно поздороваться, тебе нужно поприветствовать. Почему? Потому что люди, которые умеют приветствоваться, они создают вокруг себя очень теплую и хорошую атмосферу. Никому из нас неприятно видеть людей и неприятно, когда стоишь на собрании, а мимо тебя прошли и даже не заметили, что ты там есть. Если обычно это дети, мы где-то в сердце осуждаем родителей и говорим, вот, родители не научили приветствовать. Но не всегда это так. Не спешите осуждать родителей, потому что очень часто учишь-учишь ребенка, а он все никак не понимает. Вспомните, друзья, какую силу вообще имеет приветствие. Вспомните общество, когда вы зашли в комнату, и люди все обернулись, они увидели, что вы зашли, и говорят, о, брат дорогой, приветствуем тебя. Как хорошо, что ты пришел. И это имеет такую силу, it's reassuring. Оно еще раз утверждает тебя, что тебе здесь люди рады, что они принимают тебя в свое общество. Это мгновенно поднимает дух. Это утверждает тебя в том, что здесь твои друзья, они тебя любят. И в таких местах очень хочется оставаться. В таких местах хочется быть и даже не хочется уходить. Вот вспомните сейчас встречи, когда вам уже нужно было ехать домой, может быть, после малой группы или после какой-то встречи, и вы просто думали, вот почему так быстро время идет. Я уверен, что на этом общении вам люди были рады, и вот почему вам было приятно там находиться. Вспомните теперь противоположную ситуацию, какую силу имело приветствие или отсутствие приветствия в какой-то группе людей, когда вы заходите в комнату, люди разговаривают, смеются, что-то обсуждают. И вот заходите вы, и все просто замолкают. И они в пол смотрят, и просто молча сидят, и начинается то, что мы называем такая awkward pause. И обычно этим людям, они еще ничего не сказали, они даже не хотят ничего говорить, но они своим отсутствием приветствия уже дали вам знать, что вы здесь, you're not welcome. Вам здесь не рады, вы не часть этого сообщества, и вам лучше уйти. Друзья, приветствие – это очень сильная форма коммуникации. Вот почему, как я уже говорил, с раннего возраста обычно родители учат и должны учить своих детей здороваться, быть приветливыми. И подобно родителям, вот здесь, в этом послании, друзья, когда Павел говорит «Приветствуйте друг друга», Он учит нас, подобно вот этому духовному Отцу, который говорит «Я вас приветствую». Находящиеся со Мною братья вас приветствуют. И даже те, которые обратились ко Христу во время моего пребывания здесь, в тюремном заключении, из Кесарева дома, язычники в прошлом халдеи, совсем недавно халдеи, но они даже тоже вас приветствуют. Почему? Они даже лично вас не знают. Но, по словам апостола Павла, они знают, что в филиппийцах есть церковь, там есть люди, любящие Господа, и там есть братья и сестры, которые соединены с нами кровью Иисуса Христа. И поэтому они говорят «Павел, передай им, что мы их приветствуем, что мы хотим им передать свое приветствие». Дорогие друзья, когда мы говорим о наших встречах и о наших приветствиях друг друга, кому-то может показаться, что это вообще не духовные вопросы. Кто-то более общителен сам по себе, и для него это более естественно поприветствоваться с другими людьми. Кто-то менее общителен и закрыт по своей натуре, поэтому он просто сядет где-то в стороне и будет ждать, пока с ним поприветствуются другие люди. Другие вообще не верят в выражение эмоций. Есть категория людей, которые слишком духовные, чтобы выражать эмоции, они просто с таким суровым взглядом подойдут, посмотрят себе в глаза, можно даже пожмут руку. Потом ты полдня ходишь, думаешь, что я ему такого сделал, почему он на меня обижен. Друзья, на самом деле приветствие очень много говорит о нашем с вами сердце, о нашей с вами духовности, о нашем понимании вообще Евангелия, сообщества святых и идеи церкви на этой земле. Библейское приветствие, посмотрите, это одно из самых главных выражений нашего христианства. Второе Тимофея 2,24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Вот это характеристика, друзья, я хочу попросить каждого из нас. Я хочу, чтобы мы сегодня молились об этом и поставили себе за цель. Я хочу так вести себя в церкви, в сообществе святых, чтобы меня знали как приветливого человека, потому что это то, что должно характеризовать раба Господня. Поэтому давайте с вами откроем эту тему немножко глубже, более в широком контексте Нового Завета. Первое, на что я хочу посмотреть, говоря о приветствии, давайте посмотрим на основании для приветствия. На основании для приветствия. Если мы с вами правильно понимаем, что такое приветствие в библейских терминах, приветствие как принятие друг друга, как я уже говорил, как гостеприимное, признание другого человека своим родным, близким. Такое приветствие может исходить только из искренней любви между людьми. Искренней, настоящей, неподдельной любви. Посмотрите, как апостол Петр об этом пишет в конце своего послания. Он говорит, приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мы чуть позже поговорим о лапзании, что это такое, и если сегодня мы должны приветствовать друг друга лапзанием. Но очень важно, он говорит, что есть форма выражения приветствия, в той культуре это было лапзание, но он говорит, что это должно быть приветствие, которое истекает из любви. Лапзание любви. Друзья, повеление приветствуйте друг друга не может быть достигнуто законом. Я могу сегодня два часа просить вас, друзья, приветствуйте друг друга, любите друг друга. Я могу заставить человека поздороваться, я могу научить своего ребенка быть воспитанным и здороваться со старшими, но приветствовать друг друга по-настоящему в библейском контексте этих слов – это что-то, что не каждый может сделать, пока он не исполнится настоящей Божьей любовью. Одно из главных характеристик возрожденного сердца – это наличие любви к другим святым. Кстати, когда Библия говорит о святых, вот мы с вами прочитали «Приветствуйте всех святых», я хочу просто напомнить, что речь идет не о какой-то элите людей. У православных, у католиков очень часто это такой-то сейнт, там, эна, сейнт такой-то, сейнт такой-то, и очень часто люди думают, что ну это какие-то особые люди, особые личности, которые уже мертвые, и вот эти святые там на небе ходатайствуют за нас. Друзья, абсолютно речь не об этом. Друзья, то, что делает человека святым в глазах Бога, это его принадлежность Иисусу Христу. Это тот факт, что Иисус Христос сделал его святым, отделенным, посвященным для Бога. Он является, этот человек, его собственностью, и Христос умер за этого человека. Вот в этом смысле это все верующие. Если вы часть церкви, вы святой человек, и не бойтесь это признать. Святой – это не безгрешный. Святой – это отделенный для Бога человек. Поэтому с уверенностью говорите себе, как о святом человеке, святой в Иисусе Христе. Посмотрите, что Иоанн говорит об источнике любви. Откуда ей взяться? Посмотрите на самое первое послание Иоанна, 4 глава, 7 и 8 стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Посмотрите, христианин – это человек, который соединен с Богом. И поскольку Бог есть любовь, соединение с любовью по определению должно тебя сделать человеком, который любит всех тех, кто в Боге. Конечно же, друзья, наша любовь несовершенна. В церкви очень часто бывает недостаток любви, недостаток принятия других людей. Но все это исходит из недостатка веры и понимания Евангелия и любви Божией. Возрастание в любви происходит среди людей, которые более и более живут Христом. Вы знаете, что мы много очень говорим в нашей церкви о том, чтобы жить Христом, нужно жить Христом. И для многих людей это стала просто абстрактная фраза. А что же означает жить Христом? Друзья, я хочу сегодня вам предложить одно из проявлений, как нам жить Христом. Научитесь принимать людей, которые во Христе. Учитесь любить Его невесту. Невозможно любить Христа и не любить Его невесту. Учитесь смотреть на друг друга вот именно с этой целью, сквозь вот этой истины, что этот человек, за которого умер Христос, этот человек, который составляет колоссальную драгоценность в глазах Иисуса Христа, точно так же, на таком же самом уровне, как и я. И мы оба были однажды грешниками, мы оба были однажды потерянными, и мы одинаково нуждаемся в Божьей благодати, и мы являемся членами этой одной церкви, членами одной невесты в Иисусе Христе. Нам нужно, друзья, научиться оценивать свой духовный рост и посвящение Христу именно тем, не как много мы читаем Библию, это важно, не как много мы участвуем в служении, это тоже важно, и не как много мы понимаем доктрин, это важно, друзья, но это не ключевая оценка или не ключевое измерение духовного роста. Одно из ключевых измерений духовного роста – это то, насколько я стал способен сегодня больше вмещать людей, насколько я стал способен больше быть приветливым к ним, братолюбивым. Посмотрите, что Римлянам 12 глава 9 стих говорит. «Любовь да будет непритворна», то есть не притворяйтесь вашей любовью. Кстати, последнее, что я хочу сегодня побудить каждого из нас, это чтобы мы теперь проявляли какую-то лесть или лицемерие друг к другу. Друзья, я хочу, чтобы вы услышали, о чем идет речь, то есть какой главный месседж. Для того, чтобы научиться по-настоящему приветствовать друг друга, нужно начинать не со слов «приветствую» и не с рукопожатия, нужно начинать с своего сердца. Вот о чем он говорит здесь, что «тогда, когда будет любовь», он говорит, «любовь да будет непритворна, настоящая, не фальшивая. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Вот это слово «с нежностью» – это очень сложный перевод греческого слова. На самом деле идет речь о посвящении здесь друг другу. Посмотрите, по-английски написано «be devoted to one another in brotherly love». Вот это слово «филосторгас» означает «affectionate love». Знаете, что такое «affection»? Вот муж и жена, тогда, когда они любят друг друга, у них будет обязательно проявляться «affection». Мы недавно с Наташей когда отдыхали, там очень интересно, знак на улице стоит «Dear couples, limit your affection towards one another». И написано «чрезмерная affection» запрещено на улице. Там такие более культурные, наверное, люди, чем в Америке. Так вот, друзья, это то, что апостол Павел говорит. Любите друг друга и не бойтесь это показывать на практике, проявлять. Есть люди, которые говорят, что они в сердце любят друг друга, но ходят постоянно нахмуренные, неприветливые, изолированные от всех. Друзья, это не выполнение вот этого текста. Павел говорит это повеление «будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Помните, что в церкви нет людей, которые сами по себе. Церковь – это сообщество святых, где люди проявляют свое принятие людей на практике. И любовь – это единственное основание и единственная причина для настоящего приветствия святых. Второе, на что я хотел бы посмотреть, это на предшественников приветствия. Мы уже сказали, что любовь является основанием, но о любви мы прочитали в 12 главе Римлянам в 9 стихе. Я хочу немножко посмотреть с вами на тексты раньше, с начала 12 главы. Что же должно предшествовать этой любви и способности по-настоящему приветствовать друг друга? Посмотрите, о чем здесь говорит апостол Павел. Самое первое, он говорит, это посвящение себя Богу. Я никогда не смогу посвятить себя любви другого человека, если я не посвящен Богу, потому что я люблю церковь, я люблю людей в церкви ради Бога. И я делаю это ради моего посвящения Богу. Убери Бога, убери Христа, и мне эти люди станут безразличны. Вот почему, друзья, церковь вся основана, все находится, все исходит из Евангелия. Вот что соединяет людей, это Евангелие. Не культура, не язык, не общие интересы. Христос, Бог и наше посвящение Богу держит сегодня нас вместе. Римлянам, посмотрите, 12 глава, 1-2 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Заметьте, быть приветливым к людям – это то, что неестественно само себе нашей плоти. Даже когда люди очень часто пытаются это из себя выдавить, ты это видишь. Они одевают на себя улыбку, они тебе льстят, они просто пытаются быть приветливыми, но только отвернулись, они сразу такое хмурое лицо делают. Они выдавливают из себя то, что не настоящее. Так вот, друзья, это всегда будет фальшивая, приветливость поддельная, и люди всегда будут чувствовать тогда, когда вы не настоящие. Так вот, для того, чтобы научиться по-настоящему принимать Божьих людей, нужно сначала глубоко осознать, что я не свой, что я принадлежу Господу. И жизнь моя, тело мое принадлежит не мне, а Господу. Почему это важно, друзья? Посмотрите, что апостол Павел говорит, что если вы не будете посвящать свое тело как жертву Богу на служение, вы обязательно, у вас другого варианта нет, вы будете сообразовываться с этим миром. А какой образ этого мира? В этом мире каждый сам за себя. В этом мире выживает сильнейший. В этом мире у каждого своя эдженда, у каждого своя жизнь. И если я себя плохо чувствую, если я себя, ну сейчас мне никто не нужен, человек никогда не пойдет на жертвы, чтобы послужить даже другому, но приветствием тем же самым, потому что его абсолютно не интересуют другие люди. В мире, друзья, каждый сам за себя, выживает сильнейший. Второй тут принцип – это смирение. Какие предшественники приветствия? Это смирение, друзья. Посмотрите, это второе, о чем говорит нам Павел здесь в 12 главе Римлянам. Это то, что нужно для того, чтобы учиться любить, чтобы быть приветливым. В третьем стихе «По данной мне от Бога благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Каким образом вообще способность быть приветливым связана со смирением? Самым прямым образом. Друзья, смирение – это трезвая, невысокая оценка человека о себе, которая соответствует его реальному положению во Вселенной. Смирение – это трезвая, невысокая оценка человека о себе, которая соответствует его реальному положению во Вселенной. По сути, для смирения человеку ничего не нужно придумывать нового. Для смирения ему не нужно придумывать какую-то истину, какие-то изобретать факты, убеждать себя в чем-то, чего нет на самом деле. Смирение – это трезвый взгляд на то, кто ты есть на самом деле. Люди сегодня гордые, придумывая себе факты о себе, которые говорят, что я не достоин подойти первым, я не достоин, вернее, он не достоин моего внимания, он не достоин, чтобы я с ним поприветствовался. Эти люди придумывают себе фантазию, что они занимают место во Вселенной намного больше, чем оно есть на самом деле. Что такое смирение? Смирение, друзья, это самое разумное, что можно сделать. Это просто нужно признать реальность. А реальность говорит, что ты, я, все мы – пылинка во Вселенной. И все мы перед Богом равны, одинаковы. Пастыри ли мы, члены церкви, бизнесмены, рабочие, миллионеры, богатые, бедные, черные, белые, русские, американцы. Друзья, все мы перед Богом равны, одинаковые грешники, одинаково нуждающиеся в Божьей благодати. Вот почему Павел говорит, не думайте о себе больше, нежели должно думать. То есть у нас есть место во Вселенной, у нас есть уровень, о котором нам должно думать, может быть, не здесь, а вот здесь. И апостол Павел говорит, не поднимайте эту планку. Вот согласитесь с тем, кто вы есть, и это очень сильно поможет вам вмещать другого человека. Да, безусловно, друзья, мы составляем огромную ценность в глазах Бога. Однозначно. Но эта ценность полностью и целиком основана на жертве Иисуса Христа. Мы ценны в глазах Бога только потому, что Христос умер и заплатил за нас Своей кровью. Вся наша ценность, все наше достоинство только в Иисусе Христе. Так вот, смирение, друзья, играет колоссальную роль в том, как мы будем приветствоваться с другими людьми. Во-первых, смирение помогает нам в данный момент, когда мы пересекаемся с людьми, думать не о себе, не о своих проблемах, не о том настроении, с которым я пришел в церковь, не о плохом дне, который у меня был, а о людях, которые сейчас нуждаются в моем внимании, которые нуждаются сейчас в том, чтобы я их поприветствовал и еще раз переубедил их в том, что я люблю их, они мне дороги, и я расположен к ним, и я принимаю их вот в свой круг друзей, в свой круг людей, с кем мы общаемся. Смирение, друзья, очень часто, когда люди не приветствуются, когда они загружены своими переживаниями, в принципе, это понятно, друзья, у нас у всех есть свои переживания, проблемы, особенно у кого-то больше, у кого-то меньше. Люди сосредоточены на себе, и вот почему они думают, а иногда даже говорят, отойди сейчас не до тебя. Я сейчас нуждаюсь, чтобы кто-то ко мне подошел, чтобы кто-то ко мне оказал внимание. Друзья, и об этом тоже нужно помнить, всегда есть люди, которым действительно нужно подойти первым, возможно, которые нуждаются вот в этом слове ободрения, в приветствии. И очень часто даже муж с женой могут себе позволить сказать, дорогая, не до тебя сейчас, дорогой, отойди, не трогай меня. Дети приходят, и мы говорим, дети, отойдите, не до вас сейчас, куча проблем, голова и так болит. Так вот, друзья, все это отсутствие способности иметь менталитета, в котором мы понимаем, что сейчас в нас, может, кто-то нуждается, и нам нужно отречься вот этих своих мыслей, своих проблем и уделить внимание. Кстати, это еще можно назвать служением. Посмотрите, это третье, что я хотел подчеркнуть здесь. Третье – это посвящение себя на служение людям. Я уверен, что немногие из вас думают о приветствии как о служении. Мы очень часто говорим, в каком ты служении участвуешь? Там, пою, проповедую, играю, убираю. То есть всегда есть какие-то титулы. Но не каждый думает о том, что мое служение может быть приветствовать людей и служить им таким образом. Посмотрите, 4 и 5 стих, это и 12 главы, следующие стихи. Павел пишет, «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены». Посмотрите, друзья, как Павел очень интересно подчеркивает, мы один для другого члена. Члены тела работают на друг друга, ради блага друг друга. Представьте себе, если члены тела начнут только работать на себя, это будет полный масс, это будет хаос. Я думаю, что немногие, как я уже говорил, из нас думали о приветствии святых, как о служении людям, но Писание нам говорит, что менталитет проявления любви – это вполне служение. С 6 стиха, если вы посмотрите на 12 главу Римлянам, Павел там перечисляет всякие разновидности служений, духовные дары, которые есть, и вот потом в 9 стихе он говорит, «Любовь да будет непритворна». Друзья, заметьте, все это в одном контексте. И никогда не рассоединяйте 9 стих от всех предыдущих, потому что апостол Павел там, он строит свой аргумент, это как кирпичики. Первый стих – это фундамент, посвятите себя Богу. Второе, он говорит, посвятите себя людям, посвятите себя на служение. Вам нужно не думать о себе больше, нежели должно думать, смирение. И только потом, он говорит, вы сможете по-настоящему полюбить и оценить другого человека. Это очень важно. Третье, на что я хочу посмотреть, друзья, говоря о приветствии, это о самой практике приветствия. Я думаю, что будет нам очень полезно посмотреть, что же Писание говорит о самой практике приветствия. Допустим, мы любим друг друга, допустим, мы расположены друг к другу. Как же нам это проявлять на практике? Есть несколько текстов о приветствии, которые помогут нам составить общую картину, полную картину этого явления в замысле Бога. Посмотрите, самое первое – приветствуйте от сердца. Я уже говорил, последнее, с чем я хочу, чтобы мы ушли с этого места, это с мыслью, что теперь мне нужно льстить другим людям и просто вот улыбаться к им и здороваться, вот потому, что так пастор сказал и Писание так сказало. Друзья, нет, есть предшественники. Призыв к приветствию – это не призыв к лицемерию или фальшивной улыбке или лести. Опять же, десятый стих, посмотрите, «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Как я уже говорил, слово «нежность» – это означает «с чувствами», «with affectionate love». Некоторые могут спросить, а как же мне воспроизвести эти чувства? Ведь с чувством не прикажешь. Правда? I can completely relate, что иногда ты хочешь любить человека, когда ты хочешь быть к нему расположенным, но оно само по себе не приходит. Что же делать в такие ситуации? Тогда, когда есть люди, которые, ну и естественно, они любятся, они приятные, они такие же, как ты, вы встречаетесь и взглядами, и характером. А есть люди, которые какие-то странные в глазах очень часто нам кажутся, опять же, не такие, как мы. Как любить такого человека? Дорогие друзья, если вы переживаете что-то подобное, вам нужно вернуться обратно в начало 12 главы. Вам нужно вернуться к предыдущему пункту. И не только к 12 главе, а еще прочитать все предыдущие 11 глав послания к римлянам. Потому что призыв посвятить себя в жертву, тело свое, основано на слове «и так». А «и так» суммирует первые 11 глав послания к римлянам, где он очень детально раскрывает Евангелие. Друзья, во Христе, в Божьей Церкви, Господь дал нам все необходимое основание и причины для того, чтобы принимать и любить друг друга. И он даже дал нам новое сердце, которое способно любить друг друга. Для того, чтобы научиться этой любви, реализовать ее на практике, друзья, сначала нужно несколько ступеней. Первое – это осознать, что ты не таков духовно, как ты думал. Что ты не там, где ты думал. Возможно, ты много знаешь, возможно, у тебя есть много богословского знания. Но если ты не любишь других людей, нужно сначала осознать, что ты далеко не на том духовном уровне, на котором ты думал, ты находишься. Второе – нужно признать, что у тебя есть серьезные духовные проблемы, если ты не можешь принимать Божьих людей. Тебе нужно покаяться в этом перед Богом, потому что это грех. Писание говорит «принимайте», это повеление. Если мы нарушаем его, мы совершаем грех перед Богом. Тебе нужно молиться о том, чтобы Бог учил тебя любить. И он будет это делать с разными методами. Будь готов к тому, что это придет со своими трудностями. Бог будет смирять. И тебе нужно упражняться в глубине твоего понимания Евангелия и смирения перед Богом. Друзья, вот он путь к любви. Осознать, что ты не такой духовный. Признать, что у тебя есть духовные проблемы. Нужно покаяться в этом грехе. Нужно молиться о том, чтобы Бог учил тебя любить и смирял тебя через всякие ситуации в жизни. И тебе нужно упражняться именно в глубине понимания Евангелия и того, как жить Христом и этим Евангелием. Приветствуйте от сердца. И знаете, что для этого нужно. Второе. Практика приветствия. Приветствуйте первыми. Приветствуйтесь первыми. Это следующее, что мы видим здесь в 12 главе к римлянам, кстати. Это очень интересное повеление. Не ждать, пока вас поприветствуют. А оказывать это приветствие первым в отношении к другим. Посмотрите, римлянам 12.10. Здесь написано так. В почтительности друг друга предупреждайте. Слово предупреждайте, возможно, не всем понятно. Может, оно использовалось по-другому в 19 веке, когда переводились на дальний перевод. Обычно мы предупреждаем друг друга о том, что будет жарко. Мы предупреждаем о том, что о какой-то опасности, о каких-то действиях. Мы предупреждаем и говорим, смотри. Мы предупреждаем наших детей о том, что движется наказание, если они будут так поступать, будут непослушные. Но при чем же здесь почтительность? Как же в почтительности предупреждать? На самом деле, друзья, я не знаю, какое здесь будет правильное русское слово, но смысл здесь следующий. Что касается почтительности, почитания, уважения друг к другу, обгоняйте друг друга в этом деле. По-английски так написано. Outdo one another in showing honor. Будьте первыми, кто окажет почтение другому человеку. Соревнуйтесь друг с другом в хорошем смысле этого слова, чтобы не ждать, кто первым и стоять в стороне, а наоборот, давай посмотрим, я буду первым. А другой говорит, да нет, я тебя первый поприветствую. То есть вот с таким менталитетом. Предупреждать или обгонять друг друга в том, что касается почтительности или проявления уважения. Это радикально отличающийся вид приветствия, чем мы видим в мире, дорогие друзья. Помните, когда-то Христос сказал, если вы приветствуете только приветствующих вас, какая вам за то награда? Тоже делают и язычники. И в принципе, если вы пойдете, кстати, middle school, high school, подростковый возраст, это самая лучшая картина того, на что способна, или что естественно греховному сердцу. Там не модно подойти первым поприветствоваться. Стоит толпа людей, the cool guys, the cool crowd, и кто-то из них, или к ним нужно сначала подойти поприветствоваться, they will never say hi to you first. Это наше, это то, что нам естественно. Мы боимся первые оказать внимание. Друзья, обгоняйте друг друга в почтительность. Если вы пришли сюда на собрание, поставьте себе за цель пойти и поприветствовать ваших братьев и сестер, как можно больше из них. Если вы пришли на малую группу, идите первым, поприветствуйте людей, не ждите, пока к вам подойдут, обгоняйте друг друга в почтительность. Павел нам говорит, что в этом сообщество святых. Это очень важный аспект приветствия. И третий аспект практики приветствия, приветствуйте выразительно. Приветствуйте выразительно. Писание говорит, что нужно свое приветствие проявлять на практике. Посмотрите несколько текстов. 1 Коринфянам 16,19. Приветствуйте друг друга святым целованием. 2 Коринфянам 13,12. Приветствуйте друг друга лапзанием святым. 1 Петра 5,14. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. В принципе, в любом призыве к приветствию обычно Павел говорит, что есть определенная форма выражения этого приветствия. И некоторые воспринимают эти стихи буквально и при встрече приветствуют друг друга целованием даже в 21 веке в западной культуре. На мой взгляд, друзья, здесь Павел говорит намного больше, чем просто о форме приветствия. Он закладывает здесь принцип выражения приветствия, и этот принцип должен проявляться по-своему в разных культурах. На Востоке, что такое лапзание? Мы знаем, что Писание было написано в восточной культуре. Лапзание – это было не целование в губы. Это тогда, когда, может быть, вам приходилось встречаться или видеть, когда на Востоке щека об щеку люди целуются или приветствуют друг друга таким образом. Восточной культуре, друзья, это было принятым выражением приветствия. Точно так же, как мы сегодня выражаем наше приветствие или рукопожатием, или обнимемся друг с другом в западной культуре. Кстати, в Советском Союзе братья тоже приветствовали друг друга в губы, лапзанием. И это было нормально, это было вполне приемлемо, и кто-то и сегодня также продолжает делать. Я не хочу этого осудить, но я знаю, что даже в Союзе и в светской культуре были такие обычаи. Когда мы смотрим на Брежнева и на других людей, которые были членами партии после съезда, они приветствовали друг друга также в губы. Но это было принято. В нашей культуре, здесь в западной, я не знаю, сегодня это ассоциируется с довольно-таки негативными вещами. Но это не самое главное, друзья, что я хочу подчеркнуть с нашего текста. В Библии, друзья, очень важно понимать, что есть принцип, а есть форма выражения принципа. И вот принцип нам всегда нужно сохранить. Принцип, он универсален на все поколения. А вот форма выражения этого принципа, например, Христос говорит, омывайте ноги друг другу. Какой там принцип? Уважайте друг друга, проявляйте смирение, служите друг другу. Даже тогда, когда это требует того, чтобы сделать работу раба. То есть унижаетесь перед друг другом до такой степени. В нашей культуре мы это можем проявить абсолютно по-другому, потому что у нас уже здесь, ну, помыть друг другу ноги, это не такое уже большое плохое действие, потому что мы здесь не ходим по пыльным дорогам и так далее. То есть очень важно, друзья, в Библии есть принцип, который нам нужно сохранить через все века, через всю историю и все культуры. И есть выражение принципа, форма выражения, которая может меняться от культуры в культуру. Сегодня, как мы выражаем наше приветствие? Ну, как я уже говорил, с помощью рукопожатия. Очень часто в каких-то случаях можно обнять друг друга, но это должно быть святым. Заметьте, друзья, как в Писании, когда написано «Приветствуйте друг друга лапзанием святым», это необычное приветствие мирское. Оно должно быть свято, оно должно быть чисто. Особенно это, когда речь идет между приветствием мужчин и женщин или сестер и братьев в церкви. Оно должно быть святым и без всяких задних или плохих, или пошлых мыслей. Кстати, когда вы приветствуйте друг друга рукопожатием, друзья, сделайте настоящее рукопожатие. Покажите друг другу, что вы рады его видеть. Не нужно кости ломать. Я понимаю, что я иногда в этом виновен, что я кости ломаю кому-то. Я извиняюсь. Но стараюсь я так более мягко приветствоваться. Но не просто давайте руку подержаться. Поприветствуйте, чтобы люди поняли, что вы действительно сделаете это от сердца, что вы рады их видеть. Как еще можно проявлять приветствие, друзья? Это когда вы встаете, когда вас приветствуют. Или когда вы приветствуете, когда вы встаете, когда с вами здороваются. Это особенно важно помнить для молодежи. Дорогая молодежь, подростки, это знак неуважения, когда к вам подходит старший человек, и вы сидите и даете ему руку, чтобы он подержался просто за вашу руку. Вам нужно встать, и вам нужно пожать этому человеку руку и этим показать уважение. Это культурные особенности, я это понимаю, но в нашей культуре это вот именно так выражается. Улыбайтесь людям. Улыбайтесь, посмотрите. Не нужно нахмуривать свое лицо. Некоторые люди думают, что чем менее они эмоциональны, тем более они духовны. Это очень большое заблуждение. Друзья, покажите людям, что вы их действительно приветствуете. Я думаю, что если вы внимательно проанализируете то, как можно коммуницировать приветствие, вы увидите очень много разных форм. И это первое, о чем я хотел сегодня поговорить. Второе и третье будут очень быстро, я обещаю. Мы не будем так много задерживаться, но я подумал, что этот текст сегодня, я очень хотел, чтобы использовать его для того, чтобы осветить эту тему в нашей церкви. Потому что мы с вами в этом очень сильно нуждаемся. Буквально несколько минут мы посредим еще двум другим темам, характеристикам сообщества святых. Во второе это слава святых. Давайте вернемся в наше послание филиппийцам, в 4 главе, 20 стих. Здесь Павел говорит «Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Любое сообщество людей, оно объединяется вокруг каких-то ценностей, которыми она славится, которые она стремится выставить на показ. Помните слова гимна России? Кто из России, помните, там такие слова есть. «Могучая воля, великая слава, твое достояние во все времена, славься, Отечество наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой». Сколько там вообще слова «слава» используется, и как они славятся своей страной? Сколько там патриотизма, сколько там вот именно этой гордости. Так вот, друзья, сообщество святых отличается тем, что оно славится не страной, не предками, не кем-то еще, а оно хвалится, а оно славится Иисусом Христом, нашим Богом. Подобные всплески эмоций прослеживаются в посланиях Павла очень часто. Это всплески восхищения Божьей славой. Они сделаны в разных контекстах. Например, если мы вспомним в Ефесянам в первой главе, апостол Павел просто размышляет о предвечном плане Бога спасения, как он избрал, как он предопределил, как он это все исполнил во Христе. И он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. То есть это взрыв эмоций, это восхищение Божьей славой. В Римлянам 11 глава, когда он подводит итог дискуссии о Божьем избрании, вообще опять же о Евангелии и дискуссии о том, как работает Божье спасение, он говорит, о бездна богатства, премудрости Божьей, как непостижимы пути его, неисследимы пути его и так далее. Это тоже всплеск восхищения Божьей славы. В 1 Тимофею в первой главе апостол Павел вдруг ни с того ни с сего в средине своего послания он пишет, пишет, пишет и потом говорит царю же, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу чести, слава, веки веков. Аминь. Мы думаем, Павел, ты не можешь как-то более структурнее свои послания писать? Есть же вступление, есть же заключение. Друзья, апостол Павел просто пишет, пишет, он вспомнил о Христе и у него взрывается все. Он не может умолкать, он не может сдержать свой эмоциональный мир. Это намного больше, чем лозунги, друзья, и большие фразы. Это то, чем человек по-настоящему восхищен, в чем он находит настоящий источник славы, который хочется хвалиться и который хочется выставлять на показ перед людьми. Слава Господне является ключевым фактором во Вселенной. Бог создал Вселенную для того, чтобы показать славу Своей мудрости, славу Своей силы, славу Своей бесконечности, славу Своей независимости от творения. Бог придумал план спасения для того, чтобы показать славу Своей любви, славу Своей благодати, славу Своей милости. Бог допустил грех для того, чтобы показать славу Своего гнева, славу Своей справедливости, славу Своей святости. Таким образом, друзья, всякий раз, когда мы видим мир через призму Его славы, И когда мы говорим «слава Богу», и когда эти слова являются действительно выражением нашего личного восторга, его славы, эти слова имеют намного больше смысла, чем порою показать просто, насколько нам понравилось пение или не понравилось. Вы знаете, что если в других кругах люди аплодируют, в церкви очень часто говорят «слава Богу», и для некоторых это просто как показать. Если понравилась песня, люди очень громко говорят «слава Богу», не сильно понравилось, тише говорят. Не все вкладывают в эту фразу настоящий смысл. Друзья, как сообщество святых, я хочу сегодня вас призвать, чтобы вы не стеснялись и почаще взрывались в ваших эмоциях в прославлении Бога. Не бойтесь сказать «слава Богу», тогда, когда вы услышали пение, которое восхваляет нашего царя. Не бойтесь сказать «слава Богу» и «аминь» после истины, которую вы услышали во время проповедения. Нам нужно, друзья, учиться выражать свои эмоции. Не думайте, что духовный человек – это человек, который стоит по стойке смирно в церкви. Это абсолютно не то, что говорит Писание. Всегда есть крайности. Всему я свой предел. Я это все понимаю, друзья. Нам не нужно уходить в крайности. Есть сообщества, которые отдают вообще пульт управления полностью эмоциям. Нам это не нужно делать. Но в наших консервативных кругах есть другая опасность. Опасность того, что человек абсолютно не проявляет никаких эмоций. И тогда вопрос, а тебя вообще трогает та истина, которую ты слышишь? Тебя трогает вообще та истина, которую ты поешь? Если бы апостол Павел был бы с нами в церкви, он бы не согласился бы с такими людьми, что нужно вообще как можно больше себя сдерживать и лишний раз глазом не моргнуть. Это абсолютно не библейское мышление, друзья. Для апостолов мысли о Боге, мысли о Его славе, о Его красоте двигали ими, двигали их эмоциями. Они восхищались и восклицали о том, насколько эмоционально, что даже читая послание, мы можем вкусить эту эмоциональность. Мы можем вкусить, как Павел просто восхищался Господом. Сообщество святых – это люди, которые славят Бога и делают это от всего сердца. И третье, последнее, что я хочу заметить в нашем тексте – это сила святых. Последняя характеристика сообщества святых в нашем тексте – это сила святых. 23 стих, посмотрите. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Апостолы Писания по-особому относились к Божьей благодати. Они очень много и по-особому говорили о Божьей благодати. Наверное, это было потому, что для них Божья благодать по-особому сияла. Для них Божья благодать по-особому чувствовалась. Это не были дети верующих родителей. В основном все, кого мы встречаем в Новом Завете – это люди первого поколения верующие. И я не говорю о том, что детям верующих родителей не нужна благодать. Она нужна точно настолько, насколько она была нужна и Павлу, и Петру, и всем язычникам первого столетия. Проблема только в том, что порою мы не до конца осознаем, насколько эта благодать важна в нашей жизни. И насколько глубоко, из какого рва она нас достала. Очень часто пастор заканчивает наше служение молитвой. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа со всеми вами, и Он распускает нас». Почему мы так молимся? Почему так важно, чтобы благодать нас сопровождала вот тогда, когда мы выйдем с вами из этого здания? Друзья, дело в том, что вся наша с вами жизнь зависит целиком и полностью от Божьей благодати. Посмотрите, как Павел это понимал. 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10 стих. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божий. Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать, которая со мной». Что такое Божья благодать? Если так можно в двух словах объяснить, друзья, Божья благодать – это Божье благорасположение к нам. Это есть Божье благо, которое Он дает нам, благосклонность к нам. Это Его доброта, это Его незаслуженные дары, Его действия, которые Он посылает в нашей жизни. И это самый важный ресурс, который мы с вами имеем, о котором нам нужно молиться и который нам с вами нужно ценить. 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Павел пишет «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей». Эта фраза означает «Моей благодати достаточно, чтобы тебя сделать полноценным человеком на этой земле». Павел ему молится и говорит «Господи, это жало в плоть». Мы не знаем, что это было или кто это был. Это мог быть человек, как ангел сатаны, посланник сатаны. Это могло быть жало в плоть, какая-то болезнь. Я думаю, это не так важно. Но какой-то вопрос очень сильно тревожил апостола Павла. Он очень сильно мешал ему совершать служение. И Павел Бога очень сильно просил, говорит «Избавь меня от этого». Он, говорит, три раза просил. А Бог говорит «Не избавлю». Потому что тебе нужно учиться жить с осознанием достаточности моей благодати. И вот когда Павел это понял, он говорит «Я гораздо охотнее, теперь буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Друзья, что делает христианина сильным? Это действие Божьей благодати в них. Благодать Божья не всегда приходит нам в той форме, которая нам кажется, она должна прийти. Благодать Божья очень часто приходит к нам не в той обвертке, в которой мы ее ожидаем. Апостолу Павлу она пришла в форме немощей, в форме трудностей. Божья благодать, опять же, не освободила его от жала в плоть. Во втором послании к Аримфинам, в восьмой главе, Павел пишет, говорит «Я хочу рассказать вам о Божьей благодати, которая была излита на церкви македонские». А дальше пишет «Они были в глубочайшей нищете». Божья благодать и нищета. Как это можно совместить? Люди привыкли думать о благодати как о чем-то позитивном, успешном, с человеческой точки зрения. Это какое-то благо, о котором они мечтали всю жизнь. Друзья, на самом деле мы видим, что наличие Божьей благодати выглядит очень по-разному в жизни каждого человека. И, возможно, ваша болезнь сегодня – это Божья благодать в вашей жизни, ваши переживания, то, что происходит у вас дома, то, что происходит у вас на работе. Я не хочу сказать, что какое-то зло в вашей жизни – это само по себе источник Божьей благодати. Нет. Но Божья благодать сегодня может это использовать для того, чтобы изменять вас изнутри. Мы нуждаемся, друзья, пока мы находимся в этой греховной плоти, испорченной плоти, Господь всегда будет использовать обстоятельства, всяких разных людей, трудностей для того, чтобы менять наше сердце, чтобы ломать нас, чтобы сокрушать нас. Вот почему, друзья, я и вы, вы знаете, я очень часто не знаю, что людям пожелать. День рождения, знаете, обычно люди говорят, желаю тебе здоровья, желаю тебе счастья, чтобы у тебя было все гладко, чтобы все твои мечты сбывались, чтобы у тебя не было никаких проблем. Я очень часто затрудняюсь такие пожелания делать, потому что очень часто в Библии Божья благодать приходит не в этой обертке. И очень часто ты просто хочешь пожелать Божью благодать я тебе желаю. И желаю тебе принять Божью благодать в той форме, в которую Бог решит ее послать в твою жизнь. Согласиться с нею и увидеть в этом любовь к Христу. Вот почему, друзья, апостолы желают в начале и в конце своих посланий, там они говорят, благодать вам и мир, да умножится, а здесь они говорят, благодать Бога пускай сопровождает, она пускай будет со всеми вами. Друзья, и они это делают, потому что они понимают, что сообщество святых ни в чем не нуждается так сильно, как в Божьей благодати. Это люди, которые черпают свои силы из источника Божьей благодати каждый день. Вот это три вещи, друзья, три характеристики, которые мы встречаем в конце послания к филиппинцам. Я хочу сейчас с вами помолиться. Как я уже говорил, сообщество святых характеризует намного больше, чем три эти вещи. Это три только, которые мы видели в нашем с вами тексте. Да, сердечное приветствие – это правильный источник хвалы, славы святых, и это источник силы святых. Как вы сегодня влияете на построение сообщества святых среди нас, среди вас? Какую атмосферу вы задаете сегодня? Помогаете ли вы другим святым, которые окружают вас, культивировать атмосферу приветствия, атмосферу славы, восхищением Господа, правильным источником силы в Его благодати? Пускай, Господь, эти вопросы, пускай, друзья, эти вопросы сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни, этой недели. И давайте помолимся сейчас об этом Господу, чтобы Бог помог нам сформировать вот такое сообщество святых и у нас в церкви на этом месте. Пускай Ему забудет за все слава. Аминь. Я хочу пригласить вас, чтобы вы могли помолиться в группах, как мы это обычно делаем, и я потом закончу. Пускай Ему забудет за все слава. Пускай Ему забудет за все слава. Пускай Ему забудет за все слава. Господи Боже наш, Истец Небесный, мы благодарим Тебя сегодня сердечно-сердечно за сообщество святых, которые Ты основал на этой земле. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас, детей Твоих, частью этого сообщества. Господи, Ты видишь, как мы несовершенно, мы не составляем совершенного сообщества, совершенное сообщество будет только в небе, тогда, когда будет все гармонично, тогда, когда у нас уже не будет больше греховной плоти. Пока мы живем здесь, Господи, мы хотим, насколько это нам возможно, насколько нам позволяет наша зрелость и уровень Твоей благодати, который мы получили от Тебя. Господь, помоги нам отображать Твой замысел для этого сообщества. Я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам посвятить, отдать свое тело в жертву Тебе, прежде всего. Помоги нам не думать больше, чем мы должны думать о себе. Помоги нам посвятить Себя для служения другим людям. Господи, помоги нам, чтобы из этого истекала наша способность любить и вмещать других людей. И чтобы из всего этого у нас исходила способность по-настоящему приветствовать, приветствовать друг друга настоящим христианским приветствием. Господи, помоги нам создавать эту атмосферу в Церкви, помоги нам делать это первыми, помоги нам не ждать, пока к нам подойдут. Господи, помоги нам инициировать это и в почтительности друг друга даже предупреждать, обгонять. Я прошу, Господь, чтобы Евангелие и познание Тебя, оно настолько пропитало наше сердце, чтобы все это было естественным, чтобы оно было реальным, это не было лестью или чем-то фальшивым. Прошу, Господи, благослови нас вот таким сообществом. Я прошу Тебя, чтобы всегда наша слава, наша хвала только находилась в Тебе, в нашем Боге, чтобы наша сила всегда черпалась из источника Твоей благодати. Господи, благослови нас в этом. Мы очень сильно нуждаемся в Тебе, и пускай имя Твое будет через это прославлено. Аминь. Используйтесь, что и П나� Йу. Такое количество выводов на Тебе, Продолжение следует...